Прошел почти месяц с начала учебного года. Занятия идут не только в общеобразовательных учреждениях. В школе при Архангельской исправительной колонии номер один тоже постигают грамоту. Там учатся три года, а по окончании срока получают аттестат о среднем общем образовании. Уроки в колонии мало отличаются от школьных. Программы совпадают, домашние задания ученики выполняют в обязательном порядке. Они обучаются три раза в неделю. В 12 классе по окончанию сдают экзамен в форме ГВЭ, государственный выпускной экзамен, и при успешной сдаче получают аттестат о среднем общем образовании. С этого года у нас в УКП четыре группы. Десятый, два одиннадцатых и двенадцатый класс. С восьми утра приходим в школу, там 8.30 примерно, то есть 5-6 уроков. На дом как бы задают. Ну, в принципе, устно все обучение на дому происходит. Вот. И так все в основном в школе. В школе учат хорошо. Среднее общее образование в колонии обязательно для всех заключенных до 30 лет. Не отказывают в его получении и тем, кто старше. Сегодня, во Всемирный день туризма, в Архангельске установили второго персонажа проекта «Кудесники-хранители Севера». Кудесника с алмазом. Он появился на парапете набережной Северной Двины в пересечении улицы Попова. «Кудесники-хранители Севера» – это серия придуманных сказочных персонажей. Внешне они похожи на детей, а за спиной у них ангельские крылья, как олицетворение названия Архангельска и нашей области. Добрый, приветливый, и каждый хранит свой северный символ. Сегодня торжественно открыли статую кудесника-геолога. Он отважный, храбрый, взгляд его целеустремлен, потому что люди, которые работают с полезными ископаемыми, они именно такие. Проект «Кудесники-хранители Севера» – это подарок Севера Алмаза к 85-летию Архангельской области. В этом году компания тоже отмечает юбилей, ей исполнилось 30 лет. Север Алмаз – это многолетний надежный партнер и города, и области в реализации различных социальных проектов и программ. Но Алмазы – это действительно настоящее богатство русского севера. С этого кудесника крупные предприятия области и региона смогут присоединиться к этому проекту и сделать его не просто проектом Север Алмаза и города, а такой доброй традицией, чтобы у каждого значимого предприятия появился свой символ в местах, которые очень дороги нашим горожанам. В основе названия персонажей – старинное поморское слово «кудесы», что означает «волшебство чародейства». Кудесников создала петербургский скульптор Ольга Сагаконь. Малыши высотой не более 40 сантиметров, а выполнены они из бронзы. Фигурки размещаются на набережной Северной Двины и постепенно создадут туристический маршрут и точки притяжения для жителей и гостей города. Я очень надеюсь, что кудесники, помимо того смысла, которые заложены непосредственно в них, в эту скульптуру, станут точками перемещения именно по набережной, для того, чтобы все красоты города можно было оценить и узнать. Туризм – это одна из самых современных и молодежных сфер, где как раз таки возможно реализовать такие проекты. Очень хочу сказать спасибо Североалмазу за то, что они поддерживают данные креативные проекты и позволяют им расти в нашем городе и в нашей области. Две недели назад установили первого кудесника с птицей счастья на парапете набережной Северной Двины рядом со Стеллой город воинской славы. Бронзовая фигурка вмиг завоевала популярность среди жителей и гостей города. У северян даже появилась новая народная традиция – оставлять у кудесника монетку на удачу и тереть нос, который уже блестит. Лидия Папуш, Виктория Воронцова, Денис Линчевский, Регион 29.